Здравствуйте, мои дорогие, лежим как тюлени целый день, смотрим телевизор, потому что здесь прохладно, здесь есть кондиционер. Видите, если там не закрыты, то нормально, но солнце пробивается. Так, сейчас немножечко солнце спадет, мы пойдем с Сашей нароем картошки, и он нажарит картошки. Вы так хотели посмотреть, как он жарит картошку. Ну и увидите, не буду тюлени, а тут вот с этой стороны тюлень еще один лежит, не буду показывать, просто жара невыносимая. Не хочется даже выходить на улицу, так что мы в доме. Так, ну что, смотрите, немножечко уже так жара спала, вот так уже, извините, 6 часов вечера, начало 7-го, хоть дыхнуть, окость, можно. Ой, господи, картошечка жарена хорошо, но этого мне нельзя, так что лучше вот скушать, помидорчик обтереть. Так, Санчик, ты возьми ведро. Лопата там, по-моему, да стоит. А что пилка тут делает, валяется? У вас глазами плохо видно. Целый день телевизор смотришь, как тупой это. Видите, уже позасыхало. Там где-то, ну это, кабачок, ну кабачка на моторе. Видите, пропадает. И поливало, все равно пропадает уже все. Хана. Побросал все, хозяин. Барами. Лопата, не, лопата возле голубяки не была. Нет, тут гробли. Блянь. Санек сегодня покосил траву. Моя какой порядок. Повыгребался, давай, пополывался, чтобы она росла. Вот, хозяин. Ммм, смотрите. Красота. Молодец. Вот, что он любит, он будет делать отлично. Смотри. Видите? Пропала эта абрикоса. Вот такой порядок кругом навел. Молодець. Ой, Боже, молодець. Главное, что залив. Все. Так, а что ж вы, ва не возьмете бордюры на решетку? Яблочки, смотри, какие наливаются. А это что такое тут про гонаду? Мой родю. Уже можно штрудель будет делать. Те, что падают. Что, немало падают? Нет. Лопата сейчас посмотрим. Нет, тут нема. Там нема, я там выкапывала. Вот так и копай. А то один там остався. Сейчас такая картошка, что там... Только палочки, пожалуйста, вынимай. Так за палочки бери и на кучку и складай. Тут уже далеко, Санечек. За чубчик, держись. А ну. О, картопля бешеная. А ну-ка, там поройся. Ой-ой-ой, яка велика картошка. О, тут дальше так и иди. Только вот так аккуратно, чтобы туда палочки тебе сгребла. Ох и картопля ей підскосила. Ничего, то меленько тоже выбирай. Все, выбирай. Я мелкую картошку тоже люблю готовить. Видишь, пожрала, как смотри. Так, подожди, подожди, подожди. А вот это, что не выбираешь, Сань? Ну, здесь тоже картошечка. Надо выбирать все, потому что нема. Подожди, куда ты, Саша? А вот это, что это не картопля. Это ж картопля. Картопля. И яму заривать нашу. Оно же тут было рівненькое. Ох уже ты и копаешь, Саня. Эти палочки надо так раз рукой и придерживаешь. Потом не надо, чтобы оно не перегниет за один. Ну, заровняет эту же яму. Ну, и копаешь, Саня. Господи, после него надо переробить. И будет все. Чего ты так далеко копнул? Как вышло. Ну, да. Все, то и хватает. Вам хватает. Я же не буду, а Сашка, и вам хватает. На маленькой сковородке сжаришь. Да, картопля. Ну, тут вот пару клубней ничего, видите. А то, конечно. То, то ручка надо, не лопаться. Все, хватает, Сань. Чего? Да, ну, мне нравится, ты копаешь. Тут надо все вырвать, потом. Твою, хорошо. Да где ты палки даже не вынимаешь. Так никто не копает. И мелкую тоже надо выбирать. И надо вставлять палки в сторону. Ну, цей куча сейчас ничего. Две, как картофелька. Он, дивися, валяется. Да, там две десь. О. И все, дивися, одна. Ну, что, всего чуть великое, нема великое. Это тоже картошка. И вона вродилась, а не цю надо тоже выбирать. На, ты будешь крупной, я буду мелкую. Держи. Видите? Я завтра раненько встану. Тут оцей бурьян весь повирубую, пока нема жары. Пособираю в перчатки, аж воно было рівненько. Палочки отдельно. Аж чтоб была ровна оця площадка. То таке. Там копнув, там копнув, там кинули. Оце ж так мужики и делают, понимаете? А ось груши. Они на вкус вроде бы такие не дуже, но они такие добрые варенние. Они такие добрые варенние. Это вообще. Сейчас укушу. Она очень кашистая, видите? Но добра. Нет, варенние. Я не люблю. Она такая, как каша. Я люблю твердые груши. Ну все, воно, глядь. Как нарисовано. У нас тоже такая была. Это ж когда дом строили, и соседи, где-то здесь кто-то купил. И тетя Галя была, у нас была. И в этой тетя Галя. Вот тут груша росла. А теперь нема. Как каша, ну зато успела. Бачите, ось персик отпал. Саня не мазал его. Мне кажется, это такой гамнонный персик. Такая маленькая. Поздняя. Такая же маленькая. Ну подивимся. Если какашка, то мы его выкинем. Бурьян пишем, нефиг делать. Ммм, персик упал. Всегда. Земля караунная. Просто караунная. Ого, стучит по. Саня. Картоплей. Вот кинзочка. Сейчас я ее полью. Насос притащу и полью тут. Как раз кинза будет, и слива созреет, и будет кемали. Саша, если он готовит блюдо сам, то он и начинает, и заканчивается. Ну смотри, ну почему. Ну все равно. Смотри, какая карта. Сейчас он крупно выберет. Все равно нужно базар не бежать, правда? А вот сейчас нету картошки. Хочется картошки, ага. На базар или в магазин. А на первый случай есть. Между прочим, это магазинная картошка. Она уже, наверное, не дерется. Я думаю, и не придется уже чистить. Сейчас Саша посмотрит, какая она. Дерется или не дерется. А где ножичек? Это мочалку дели. Ой, господи. Тихо за его. Ножичек маленький возьми себе. Сейчас налью сюда ему водички, вот эту миску. Чисто будет бросать. Оно так. Оно так. А, нет. Сейчас же сейчас перекуре, а потом уже будет робить дело. Уже как у меня доску покрутил. Гляньте, она дугой стала. Я надо перевернуть. Вот так. Влага попадает, она дугой стоит. Так, ну что, маленький ножик возьми и туда в миску будешь бросать. Все равно, даже если маленькая, я сейчас ее помою, потом в корзинку или куда там ее. Все, Сань, ты будешь очистить в этой, ну, шкрипты? А ну попробуй. Оно, еще шкрипится, да? Чепугано уже. Нормально. Значит, еще выкапывать ее нельзя, если шкрипится, по идее. Вот видите, Сань, уже рука проходит. Видите, какая выловалка вообще. Ну, картошку чистить он знает. Все, пусть чистит. В блюдах нужны самые простые ингредиенты. Это картошка, лук, чесночок и сало подчерева. Ну, мы решили, вот у нас такой кусок был жирного этого. Что попалось, то и... Ну, он уже мерзлый еще. Да, вот тоже. Давай, прямо сюда, вставать на эту. Весь жирок тут обрезай. Ну, так его буду. Да, да, так и режь, да. Ну, желательно резать помельче, конечно, да, Сань, или покрупнее. Скажи, как ты... Не надо помельче? Ну, чтобы с него что-то же вытопилось. А, хорошо, понятно. Ну, мерзлый такой только Саша может. Так, я поставила вон сковородку, тушу в вафельное дно. Потому что та моя любимая, это сильно много для нее. Зачем? Картошечка любит, когда кушает ее свеженькой. Ой, отца не хватает, мяса на все, хват и может уйти. Так, вот. Ты должны будешь перерезать, отца? Да, не, зачем. Может, давай перережем, тоже вон эти куски, Сань. Да, вот, не воры будет. Все, хорошо, я не мешаю тебе. Ну, давай. Хорошо, давай. Я сковородку поставила. Чтобы она разогрелась. А ты, а ты, что, брось один кусочек. Ага, хорошо, давай я один брошу, я буду следить за огнем. О, начинается уже. Вот так помазать надо, чтобы не прихватываем. Уже сковородка мытая. Вот так, все, пусть. Давайте помогу. Сейчас, подожди, не режь, я же покажу, как ты картошечку режешь. Сейчас, это штуть все важно. Если у вас мало будет жирка, ну, если чисто на сале, то, конечно, хорошо. Добавить масло подсолнечного. Да, добавить подсолнечного масла, говорит главный повар. Режет он, смотрите, не соломкой, а таким полукольцом. Моя бабушка тоже так нарезала. Толщина, вот смотрите, какая толщина, видите. Это 0,5, да, Саш? А, плюс-минус. Ну, понятно, что тут не так строго. Все. Я же не на выступку езжу. Ну, да. Все из жиротных чужие откажут. Так, все, Саша нарезает. А я здесь смотрю, как будет вытапливаться. Видите, оно сначала прихватывает, видите, ну, вы не нервничайте. Даже можно, шай-повар, можно я налью чуть маслечка, чтобы... Чуть-чуть налей, говорит, можно. Вот так. Меня немного. Сейчас вода будет стрелять. Я только помыла сечечку. Ай, как я ее так завешу, чтобы она была чистенькой. Мужчины готовят неплохо на кухне, но они не хотят... Не, ну, это из-за того, что они помоют плиту, но вообще не очень аккуратно. Ну, вот сейчас разосло. И тут сейчас заспилю салфеточкой. О, все. Тогда одно потрем. Чуть меньше. Сало любит топиться на средней температуре. Я права, шеф? Да. Вот так. От моего шефа сильно похвалы не дождемся. Я лично, конечно, порезала помельче. Оно быстрее бы вытапливалось. Ну, хозяин знает, что кобели роба. Вот так. Чуть больше жира, значит, пусть это так вытапливается. Все. Пусть вытапливается жир. А Саша нарезает картошку. Видите, сколько там много жира. Ну, вот видите, красота такая. Так, я откажу, чтобы не мешать. Ну, надо, наверное, немножечко, может, чтобы оно не брызнуло на все стенки. По чуть-чуть, пожалуйста. А то я только стенку тунула. Сейчас сделаем. Давай. Сейчас сам это сделаем. Да нет, ты ж. О, вот. Надо, наверное, мяско чуть-чуть присолить. И, чтобы не стреляло, жир нужно посолить. Вот так. Давай. О, хорошо. Не стреляю. Видишь, я посолила. Ну, нормально. Так, рассказывай технологию. Ну, насыпал картошку. Ну, все, да. Не накрывает? Нет. Не солит? Нет. Тебе лопатку дать сейчас дам, подойди. Здесь лопатка. Вот, короче. Ой, ее сейчас, сейчас, сейчас. Что-нибудь. Господи, на. Шумовочка упала. Ой. Богато всего тут новейшего. Сейчас надо стараться, чтобы только салка или мяско наверху было, да? Чтобы оно не горело. Да, да. Сразу перемешай, чтобы немножко... И картошка, чтобы жиром обзолокла. Ага, ага. Чтобы пленочка такая образовалась. Хорошо. Ну, и мясо это наверх, потому что... Не, ну, сало-то не страшно, а мясо, он смой, не горело. Так, и все, и будешь варить до корочки, да? То есть, в минутах ты сказать не можешь, это просто будет... По внешнему, где-то лучше придирать, да? Ну, да. Дальше ты нарезаешь луковицу полукольцами. Одной хватит? Ну, я думаю, что хватит, да. Сковородка маловатная, а два куда ложли. Не, нормальная. Вот так можно и две, и три луковица. Картошка, а, ну да, все. Лук не испортит картошку, да? Нет. Лук и чеснок пойдут вместе в сковородку, да? Нет. Нет? Я сразу лук. А, вот. Вот, конечно, что-то лук. Садовы, ладно, все. Хватит, Сашка, не дуга любая лука. То есть, если у вас большая сковородка, лук, картошку не спотит. Пару луковиц берите. Ну, а тут хватит, что-то мне хватит, хватит. Часкок уже в конце, когда картошка готова. Понятно. То есть, обжаривать картошку сначала на сильном огне надо, да? На сильном? Да. Понятно. Чтобы она не вареная была, обжаривала. А, что-то не так прижав. Так что, они лежали их сюда, да? Да, надо будет. Смотрите. Ну, вы тут немножко пожариваете. Все. Короче, я говорят, ты ее сейчас поджаривай. А солить будет уже тем самым концом, когда все все. А уж когда вы добавляете? Чуть раньше. Вы поняли, да? Начнется немножко обжариваться. Саша добавит лук. Никакой крышки нет. Когда уже картошка будет готова, посолить и добавить еще слух. Но я вам это все покажу. Все обжаривается пусть. Сейчас немножко меньше, да, Маня? Да. Все хорошо. Жарь шеф-повар пожалуйста. Картошечки уже стало меньше. Смотрите какая она. Ты уже солил или нет? Да, солил. И последний чесночок, да? Сейчас чесночок перемешаем. Сейчас я маленькую. Мягенькая уже. Пусть пахнет хорошо. Как восторг? Еще не попробовала. Мммм. Боже. Держит меня семеро. Не сильно хватает. Споворотка такая мытая. Ну видите, не горжит. Ось она уже готова. Песня. Не накрываючи. Видите, Саша пожарил картошку не накрываючи. А я ей накрываю. Шотик я ей не роблю. Ммм. 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 Ай, картошечка. Смотри, какая красота. Ммм. 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 Да. Ну что, мои дорогие. Саша свое обещание выполнил. Он обещал пожарить картошку. Он ее и пожарил. Сейчас сделаю салатик. Себе салатик. А им с Сашей картошку. Потому что очень вкусно. Очень. Вообще, мне, конечно, лучше с кухни уйти. Пока они будут кушать. Потому что невозможно удержаться. Но попытаюсь удержаться. Так что, спасибо вам, шеф-повар, за картошечку. А он на эту диету. Не, не, не. Может на эту диету говорить. Нет. Картошку съешь и все. А потом будет совесть загрызать. Так что нет. Спасибо, Сашуня. Спасибо тебе за картошку. Я думаю, что по твоему рецепту. Да. Я сейчас позову ее. По твоему рецепту. Мои дорогие подписчики. Дорогие мои зрители. Будут готовить такую картошку. Это очень просто сделать. Вы в этом убедились. Так что, приятного вам аппетита.